Вот ещё Агнияра. Светлана, а всё-таки как точно определить своё подходящее место на планете с помощью камней? Смотрите, ребят, это тот вопрос, когда вы хотите переложить ответственность самого себя на камни. То есть камни – это помощники. Любые стихи – это только помощники. Это не про то, что я сейчас по камням всё разложу, и, может быть, я немножко неправильно тогда выразилась. И многие мне написали в личку именно такие вопросы, что «скажите мне, где жить?» Это как, знаете, это же вы перекладываете ответственность. Одно дело, когда посмотреть, в каком месте вы сейчас живёте. То есть, например, у Маталии у неё чётко было видно, что это не её место, это даже по энергетическим моментам там сразу же чувствуется. Агнияра, как бы ни было неприятно, но вот этот момент вы просто пытаетесь переложить на камни. Это не про камни. Но я могу сказать, что если вы посмотрите, где максимальное скопление горного хрусталя, и вы туда можете съездить и посмотреть, каково будет вам. То есть, это прям ваш камень, который энергетически очень с вами схож. Почему горный хрусталь? Потому что горный хрусталь, он не позволяет быть в поле лжи. И это не про то, что вы лжёте, это про то, что некоторые моменты вы очень часто сначала хотите смягчить, которые с вами происходят, смягчить за счёт своей мягкости, за счёт того, что, ну, всем же нужно дать шанс, всем нужно помочь, вот вы такая помогатор, всем нужно вот это сделать, вот это. И очень часто вы это делаете не во благо себе. За счёт своих собственных ресурсов вы начинаете помогать кому-то другому, кому это так не надо, как вы это видите из своего поля. И именно этот камень, вы можете даже не туда сейчас съездить, а вы можете купить, эти минералы, они недорогие, именно горный хрусталь. Вы можете не обязательно там себе что-то на тело повешать, вы можете просто купить какой-нибудь кусочек хрусталя и просто его сделать в оплётку, или носить в кармане, или просто поставить его, либо просто взять его в руки и пойти в какое-нибудь место, чтобы прочувствовать, что у вас внутри. И именно с этим камнем, именно ваша энергия, настолько она будет соприкасаться вместе, что вам будет проще признаться себе в тех моментах, которые вы отрицали. Отрицали не потому, что вы вружка, потому что у вас на определённом этапе вашей жизни, это было, наверное, где-то около 10-12 лет назад, было такое, что-то с вами произошло, что было такое очень глубокое убеждение, что нужно прям помогать, помогать всему миру, что вот я создана для помощи, вот что-то произошло такое, что у вас прям очень сильно поменялось сознание, либо укрепилось в этом. Но это не всегда так работает. И как только вы начинаете что-то делать, не испытывая свой дар, свои природные способности, уже которые выходят не во благо вам, то вы себя этим разрушаете. Вы разрушаете себя, своего мужчину, у вас есть мужчина не один, рядом с вами. И вы их разрушаете на неосознанном уровне. Просто потому, что уходите от себя. Часто вам не хочется что-то делать, но из-за своей вот этой вот хорошести вы идёте всё равно в этот опыт, в этот опыт кому-то помогать. Горный хрусталь. Возьмите просто кусочек горного хрусталя. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует...